Матч 1-16 финала Кубка УЕФА с испанским Вальядолидом, который состоялся 21 октября, стал для красно-белых уже третьим в течение той астрономической недели. Причем два предыдущих также были из разряда решающих. Естественно, силы футболистов не безграничны, и перед этой встречей возникали легкие опасения. Смогут ли? Смогли, да еще как? Итоговый результат тому подтверждение, но дело еще и в другом. Как-то в ходе чемпионата России мы все привыкли, что ко второму тайму «Спартак» сбавляет обороты, зачастую потому, что к этому моменту соперник уже сломлен. Но это во внутреннем чемпионате, и совсем другое дело, когда играешь матч Еврокубков, да еще с испанской командой, пусть и далеко не именитой. К счастью, в этой встрече ничего подобного не произошло. Все 90 минут игры «Спартак» провел на одном дыхании, и именно этот фактор оказался решающим для достижения желаемого результата. Надо сказать, что перед матчем Олег Романцев испытывал определенные проблемы с составом и прежде всего с оборонительной линией. Дело в том, что из-за дисквалификации в матче с Вальядолидом не смогли принять участие Хлистов и Ананка. Но заменившие Хромащенко и Головской отыграли весьма уверенно, да впрочем и угроз каких-то особенных от испанцев не исходило. Еще одна интересная особенность. Успех «Спартаку» в этой встрече принесли отнюдь не излюбленные мелкие перепасовки по центру, а удачная игра на флангах. Практически все опасные моменты у ворот гостей возникали после удачных действий по краям поля. Так были забиты и оба гола. Первым ворота соперника поразил Тихонов, а второй мяч на 84-й минуте провел Егор Титов. Спустя две недели в Вальядолиде «Спартак» будет биться точно так же до последних минут. И благодаря двум голам Александра Ширко одержит победу и на выезде. Субтитры создавал DimaTorzok